Добрый день, уважаемые зрители канала Садовый мир. Многие из вас задают себе вопрос, как получить стабильный урожай огурцов до самых холодов? Ведь хочется похрустить молодым сочным огурчиком и в сентябре, и в начале октября. Вы скажете, такое невозможно? Возможно все. Главное успеть посадить огурцы в закрытом грунте именно в июле. Итак, давайте сегодня поговорим об этом. Многие садоводов уже давно практикуют этот метод. И в прошлом году я оставляла два саженца в теплице и провела эксперимент. Действительно, огурчики вызрели. И в этом году я решила повторить собственный успех и засадила две грядки огурцов в теплице взамен самых ранних, которые мы с вами ранее видели и в роликах, и в группе канала Садовый мир, где я размещала посты об их, скажем так, успехах и собранном урожае. Я подробно рассказывала, сколько я собираю огурцов, какие технические мероприятия проводила именно для раннего посева. Но время стоит на месте. Садовый сезон у нас в разгаре. Июль, макушка, лето. Сами видите, какая погода. То дождь, то холод. В некоторых регионах зной. Но вот нам в Нижегородской области не повезло. И весь июль у нас прошел под эгидой проливных дождей. Что сделала я? 3 июля я посадила три гибрида огурцов на рассаду. Об этом я тоже делала пост. В настоящее время рассада в стадии трех настоящих листьев. Сегодня утром я уже провела основную посадку. Сейчас я расскажу, какие подготовительные работы я провела в теплице, чтобы обезопасить будущий урожай. Расскажу немного о тонкости выращивания именно поздней рассады огурцов, которые будут плодоносить именно в самом конце сезона. Потому что есть небольшие нюансы, отличительные именно от посева и сбора урожая ранней волны огурчиков. Сейчас я расскажу о агротехнических мероприятиях, которые я провела для подготовки к высадке рассады. Вы можете задать вполне резонный вопрос. Почему я рассталась с вполне здоровыми растениями, которые активно плодоносили и посадила новый рассаду на свой страх и риск? Я отвечу. Дело в том, что первую рассаду огурцов, самую раннюю, которую, как вы видели, я собирала ведрами урожай, я высадила в конце апреля. Это было 22 апреля, когда я, несмотря на морозы, которые были 5-градусные, мы под многослойное укрытие высадили рассаду с мамой, и получилось так, что они перенесли два кратковременных ночных заморозок до 5 градусов. Первый урожай огурцов мы сняли 10 мая, ввиду того, что май был достаточно теплый, жаркий, и разница ночных и дневных температур была несущественная. Поэтому огурцы при правильной агротехнике начали активно отдавать урожай. И отдавали они его стабильно. То есть я снимала уже после, наверное, числа 17-18 июля стабильно минимум огурцов ведро в день. Бывали дни, когда мы снимали даже до двух ведер огурцов. Поэтому плетья я активно продолжала кормить в процессе всего периода вегетации. Давала вне корневые подкормки, подкормки под корень. Несмотря на то, что были очень хорошо удобренные гряды, вы сами знаете, что огурцы – это прожорливая культура. И их нужно кормить в процессе всего роста. Я контролировала образование пасынков. Как я уже говорила, оставляла несколько огурчиков на нижних пасынках и их ослепляла. Поэтому огурцы отдали весь свой ресурс. И несмотря на то, что я применяла дважды табачную шашку, и у нас были об этом ролики, плети были в идеальном состоянии. То есть если какие-то листочки были повреждены, скажем так, как-то назад попадал, образовался солнечный ожог, если, допустим, попадал свет мимо солнцезащитного экрана из спонбонда. Откормившие листья я тоже удаляла. То есть со временем плети оголялись, и тем не менее они плодоносили. Но они устали, они основной ресурс отдали. И уже когда остался ресурс новых пасынков, которые были уже единичные, скажем так, несколько пасынков, кормящих и плодоносящих на каждом стебле, я поняла, что да, урожай я буду получать до самых холодов, но он уже не будет таким тенсинным, а у меня, скажем так, программа максимум. Теплица должна отработать свой ресурс. Поэтому, обдумав все заранее, я высадила рассаду и подготовилась к высадке новой партии огурчиков. Когда она достигла определенного размера, я безжалостно выдрала старые плети, собрала последний урожай на них, убрала всю мульчу. Обратите внимание, почва она сейчас, в настоящий момент, без мульчи. Я ее сдвинула на бок, убрала ее в тропы. Для чего? Потому что мульча все равно натапливает какие-то определенные патогены. Даже при видимом здоровье плетей, возможно занесение их извне. И мы не можем этот вопрос или процесс контролировать. Поэтому я ее убрала в избежание заражения будущего урожая. Обработала почву раствором триходермина. Схему раствора мы в комментариях под роликом дадим, потому что многие не знают, как его применять, если он порошкообразный. Затем я заправила богато каждую грядку огурцовую компостом и перегноем. Из расчета пол ведра минимум перегноя на каждый высаженный куст. То есть я сделала заранее разметку и получилось, что у меня 11 ведер получилось на 2 грядки, поскольку одна грядка немножечко короче. Таким образом я вложила большое количество органики именно в почву. Непосредственно под каждый кустик высаженной рассады, под каждый саженец, я еще положила почву улучшитель, золу и ложечку горчицы. То есть я каждый раз пробую какой-то новый метод. Сейчас я расскажу еще немножечко о нюансах выращивания именно поздних огурцов по будущей агротехнике, уже по высаженным саженцам. И мы с вами непосредственно приступим к высадке, последовше на этой грядке. Еще два огурца я высажу в короб. Про короб также я вам рассказывала. Почему я сделаю это позже? Дело в том, что в этом коробе создаются микроусловия более теплые, более комфортные, чем в основных грядках огурцов. И огурцы растут быстрее. А мне для удобства их обработки хочется, чтобы плети были одного размера. Поэтому я через два дня высажу рассаду, и она потом постепенно догонит предыдущую высаженную ранее рассаду огурчиков. Для высадки, для позднего урожая я обрывала всего лишь четыре основной гибрида. Шоша, Директор, потом у меня еще есть Артист и Боровина. Они отличаются тем, что они самопыляемые и с самым ранним сроком достижения урожая именно в закрытом грунте. Сейчас напомню в двух словах буквально, какие особенности выращивания поздних огурцов в закрытом грунте. Понятно, что в открытом грунте они не успеют набрать, скажем, вегетативную массу и отплодоносить. Поэтому высаживаем рассаду исключительно в теплицу, потому что в ней более комфортный микроклимат. Очень требовательны огурцы к поливу, поскольку разница температур ночных и дневных в позднее лето и начало осени более критическая, то есть более контрастная температура. Поэтому нужно позаботиться об укрытии высаженных саженцев на первоначальном этапе, если достаточно прохладно, под двойное укрытие. Вот видите, я поставила дуги. Для чего? Для того, чтобы в прохладные ночи огурцам было комфортно. Я их еще одним слоем спонбонда закрою, и они будут себя комфортно чувствовать именно ночью. Также спонбонд предотвратит вододание конденсата, который, если будет образовываться на стенках теплицы, будет капать на листочке в избежании солнечного ожога. Обратите внимание, я удалила со стены с крыши теплицы тоненький спонбонд, который у меня висел в начале сезона. Для чего? Июль нас не балует солнышком, поэтому я максимально открыла доступ солнечного света для подрастающего поколения огурчиков. Они сейчас нуждаются в свете. И перцы, которые на заднем фоне в соседней грядке в совместных посадках растут, тоже будут ему рады. Если вдруг вернется жаркая солнечная погода, я обратно в соцзащитную кран установлю. Это недолго. 10-15 минут потратить и предостеречь, скажем так, свои саженцы, обезопасить от солнечного ожога. Сейчас еще расскажу по поводу нюансов полива. Огурцы поздние, которые у нас будут подносить осенью, поливаем строго под корень. Орошение листьев не допускаем, поскольку достаточно прохладно и могут развиваться корневые гнили, которые будут провоцироваться именно намоканием вегетативной наземной части. Поливаем огурцы тоже под корень. Желательно замульчировать потом, не достигая самого стволика, немножечко отступив мульча. Какую вы выберете, на ваше усмотрение. Либо это будет солома, либо это будет какая-то готовая мульча. Возможно, это будет листовой опад. Но, опять же, с осторожностью, потому что он более гигроскопичный. Либо это будет агроспан. То есть действуйте из своих предпочтений, что вы уже проверили, что вам нравится. Я буду мульчировать соломой. Для меня это доступный материал и самый для меня сейчас удобный. Кроме того, не забываем про подкормки. Огурцы, как я сказала, уже прожорливая культура. Поэтому после высадки в грунт, когда растение достигнет середины плети, мы начнем уже подкармливать не только по листу, но и под корень. Потому что огурец очень быстро израсходует ресурс заложенной органики именно в почву. И будет нуждаться уже в подкормках под корень. Об этом мы будем рассказывать в следующих выпусках. Также мы будем заниматься профилактикой корневых гнилей. Об этом мы тоже с вами попозже поговорим. И еще такой нюанс высадки поздних огурцов. Они не должны быть загущены. Все, что пропускали ранее огурцы, терпели какое-то небрежное, скажем так, к себе отношение. Где-то мы могли загустить посадки, проглядев немного наши огурчики. Осенние огурцы нам этого с вами не простят. Они ответят именно за счет загущения, малой циркуляции воздуха, повреждением листвы, соответственно, будут развиваться заболевания. Нам это не нужно, поэтому мы будем следить за образованием пасынков и будем в свое время удалять откормившие листы. И при посадке будем соблюдать большую величину между саженцами. То есть минимум полметра. И сажаем огурцы строго в один ряд. Вот если у меня средняя грядка, вы потом посмотрите, она более широкая, чем боковые, и я саженцы первого потока сажала в шахматном порядке, то есть для увеличения количества посадок, поздние огурчики я посадила строго в ряд. Да, их можно немного по бокам уплотнить совместными посадками. Мы об этом поговорим чуть позже в следующих тоже выпусках, когда вернемся к ним, когда они немножечко подрастут. Но не будем сильно загущать. А сейчас мы с вами посадим саженец огурца вместе. Я расскажу, что я еще добавлю в лунку. Я думаю, нашим садоводам всем будет интересно, скажем, завершить этап высадки огурчиков вместе со мной. Также хочу напомнить, что перед тем, как я высадила новую партию огурцов, я обязательно помыла теплицу. Для чего? Для того, чтобы избирать попадание каких-то патогенов. Доверяй нам, проверяй. Лучше подстраховаться, не правда ли? А сейчас, посмотрите, рассада полностью готова к высадке. Все корни оплели земляной ком полностью. Сейчас я разрежу стаканчик. Подготовлю саженец к высадке. Посмотрите, какие прекрасные белые корешочки. Формируем лунку. Последнюю. Видите, почва богата перегноем. Она рыхлая. Видите, фрагменты есть перегноя. Выкладывала я обычный трехгодичный перегной. Видите, он рассыпчатый. Я его полностью добавляла в лунку. Зола, горчица уже внесены. Нам останется сейчас ее сформировать. Земля, видите, в меру влажная. Мы польем уже непосредственно высаженный саженец. Все. Разрыхлил я почву. Хочу заостриться на добавки, которые я непременно внесу в лунку. Как вы знаете, что в почве питательные вещества расходуются неравномерно. А учитывая, какой урожай уже собран с почвы, ей необходимо восстановление. И кроме внесенной органики, которую я, скажем так, в хорошем, богатом составе положила, я добавлю еще почву-улучшитель от компании Сила Жизни. Вы с ним уже, многие наши зрители, знакомы по другим роликам. Наталья очень подробно про него рассказывала. Но я, говорят, повторение матючения. Поскольку фульвокислоты, гуминовые, которые являются основой этого удобрения, кроме азота, калия и фосфора, которые входят в его состав, и необходимы для питания растений именно в течение всего срока вегетации, они также являются главным улучшителем состава почвы. Поскольку, как вы знаете, гуминовые кислоты являются скелетом почвы, улучшают ее питательный состав, они благотворно влияют на развитие полноценной корневой системы. А это очень важно для огурцов, потому что если будет скудно развитая корневая система, она не сможет выкормить и прокачать все питательные вещества, влагу по стволу и обильно развитой надземной части. Поэтому необходимо его внести обязательно под корень. Мы с вами сейчас, следуя рекомендациям производителя, берем чайную ложечку, видите, это хорошо коричневого цвета, в которую мы добавим булунку, перемешаем, буквально одной ложечки хватит. Как работает еще этот почвы-улучшитель? Он переводит питательные вещества в доступную для растения форму. Их два вида. Для, скажем так, питания растений всех овощных культур, любых цветочных, то есть можно и сажать горшечные культуры. И есть еще отдельный вид, который отлично вписывается, скажем так, в принципы органического земледеления, для рекультивации и восстановления плодородия почв, особенно истощенных, песчаных. Это не торф, это не компост, то есть это кондиционер, почвы-улучшитель, который работает комплексно с другими компонентами. Он усиливает их работу, их действия и приводит нашу почву в порядок за короткий срок. Его эффективно носить также при заделке семян седиратов в почву. Вот сейчас мы будем снимать урожай, освобождать грядки. Внесли почву-улучшитель, засеяли седираты, и мы, скажем так, уже в начале сезона, в начале подготовки к следующему сезону, точнее, уже полностью рекультивируем наши истощенные почвы. Также хочу обратить ваше внимание по агротехнике уже высадки поздних огурцов. Поливаем наши огурчики исключительно только теплой водой. Не ленись ее подогреть, если она у вас прохладная. Я слегка заглубляю огурчик, присыпаю почвой, формирую небольшую луночку, беру теплую воду, она теплее температуры моего тела, то есть я ощущаю, что она буквально очень теплая. Огурчики требовательны к теплой почве и теплой воде. Также от компании Силы жизни я использую флорист для подкормки горшечных культур. Вы видите, какой неблагоприятный у нас сейчас июль, и большинство моих горшечных культур прячутся по теплицам, поэтому не забываем и про них, не только про овощные культуры. Сейчас мы с вами, обратите внимание, посадили огурец. Что следует дальше за посадкой? Обязательно его промаркируем. Я такой же вот ярлычок повешу на каждый огурчик. После того, как я его обозначила, его, скажем так, принадлежность, чтобы мне потом знать статистику урожая именно по гибридам, я ее веду, чтобы знать на следующий год, что в преимуществе для посадок взять, и нужно всю грядку аккуратно замульчировать. Почву улучшитель наш отставляем. Соломой. Для чего я это делаю? Для того, чтобы почва удерживала влагу. Напомню, что почву улучшитель повышает буферный объем почвы, запасает влагу, а это важно для огурчиков, потому что они не терпят ни пересыхания, ни переувлажнения. И поскольку мы будем очень дозированно вносить влагу, почва улучшитель нам поможет именно с обеспечением влаги для растений. Мульчируем почву. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы внесенная влага на грядке сохранялась. Но чтобы солома не достигалась, скажем так, стволька. Брать внимание, я ее плотно не укладываю. Когда будем поливать растения, я не буду лениться, я буду слегка предотодвигать мульчу, поливать, и потом сухой соломкой обязательно прикрывать. Для чего? Для того, чтобы лишняя влага от земли не поднималась и не конденсировалась на вегетативной части растения. Ну вот мы с вами досадили огурчики. Мне осталось высадить два саженца через три. Я напомню, в теплый короб, который у меня в конце грядки. Далее мы с вами будем внимательно следить за их развитием. В следующем выпуске мы с вами посмотрим, как будут развиваться наши погодные условия. Исходя из этого, будем уже действовать. Либо мы установим солнцезащитный экран, либо мы откроем окончательный доступ света. То есть первичный спонбонд я уберу. Вы уже посмотрите, как я замульчирую полностью грядки. Через недельку-полторы мы с вами посмотрим, как наши огурчики подрастут. Я немножечко расскажу о формировании поздних огурцов. И еще несколько фишечек я для вас приготовила для следующего выпуска. Я с вами не прощаюсь. Не забывайте подписаться на наш канал, ведь советы на нашем канале, они проверены многолетними урожаями и опытом тысяч садоводов. Прямо сделайте это сейчас. Нажмите на красный прямоугольничек на вашем экране. Всего доброго, отличных вам урожаев. Похрустим вместе до поздних холодов нашими зелеными огурчиками. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова